Тираспольская еврейская община привезла в волонтерский штаб «Мы рядом» гуманитарную помощь для беженцев из Украины. Это то, что сейчас нужно больше всего. Крупы, консервы и детские подгузники. Подробности у Светланы Мартынюк. Легковушка у волонтерского штаба «Мы рядом» до отказа набита продуктами и пачками подгузников. Это помощь украинским беженцам. Крупы, консервы, растительное масло и средства гигиены привезла еврейская община Тирасполя. В нашу организацию обращались три семьи, которые приехали из Николаева. Они размещены в центрах приема беженцев в Тирасполе. И ситуация у них крайне сложная. И мы посчитали, что будет правильно оказать в общем всем беженцам помощь, а не только тем, которые обращаются непосредственно в нашу еврейскую организацию. Волонтеры разгружают машину. Вот так большими партиями продукты сюда привозят нечасто. Это ощутимая поддержка. Обычно люди приносят понемногу. Все, что могут. Вот бутылка масла, кстати, есть. Одна. Пряники. Вот это люди, кто вот как может, кто что мог, приносил. В день сюда приходит до 20 человек из украинских семей. Как правило, берут одежду, в основном детскую и, конечно, самое необходимое из еды. Того, что привезли сегодня, хватит дня на три. Кстати, волонтеры просят беженцев, прежде чем приезжать, позвонить. Узнать, какая есть помощь и когда лучше прийти, можно по телефону в Тирасполе. 52-555. Звоните с утра, звоните заранее. По мере поступления продуктов, по мере вообще бытовой химии, вещей, памперсов тех же, мы записываем контакты людей и откладываем. То есть формируем уже пакет, чтобы люди не приезжали зря. Потому что были случаи, опять же, кто-то с Чобруч приезжал, кто-то вот мужчина с Первомайска был, а продуктов не было. Уже понятно, что ему тоже приехать с Первомайска сюда, это тоже определенные затраты. И уехать ни с чем, как-то тоже не очень правильно, не очень красиво. Еврейская община Тирасполя будет помогать и дальше, сказал ее директор. На днях ждут большую партию необходимых для переселенцев вещей. Это первый наш транш такой. И на следующей неделе мы уже ожидаем, что придет полноценная машина полностью помощи. Это будут предметы домашнего обихода, подушки, одеяла. Возможно, это будут продукты питания в герметической упаковке с длительными сроками хранения. Еврейская община в Приднестровье не первый раз приходит на помощь беженцам. В феврале она организовала транспорт для тех, кто ехал транзитом из Первомайска до Кишинева. Тогда через Приднестровье вывезли 180 украинских евреев из Одессы, Умани и Винницкой области.